Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у меня для вас потрясающе вкусный, легкий во всех смыслах слова рецепт. Получается настолько вкусно, несмотря на простоту продуктов и приготовления, что я не могу не поделиться с вами этим рецептом. Я знаю точно, этот легкий и полезный пирог вы будете готовить миллион раз! Если вы, как и я, любите готовить и часто ищете что-то новенькое и оригинальное, подписывайтесь на мой канал и нажимайте колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Для начала шинкую молодую капусту. Для этого рецепта потребуется ее 400 грамм. Так как у меня небольшое количество, делаю это с помощью ножа, хотя при желании вы можете воспользоваться шинковкой или комбайном с подходящей насадкой. Сегодня буду добавлять зеленый лук в свой пирог. Он как нельзя лучше сюда подходит. У меня пучок 70 граммов. Его, соответственно, нужно измельчить. По желанию вы можете брать и другую зелень, но именно лук придаст пирогу особый шик. Следующим шагом в миску выкладываю творог. Взяла 2 брикета по 180 грамм, итого 360. Подойдет абсолютно любая жирность, у меня сегодня 5%. К нему сразу добавляю густой йогурт, понадобится 200 грамм. Следом 3 куриных яйца. Обязательно подсолю все чайной ложкой соли. И также добавлю молотый перец. Здесь вы ориентируетесь по своему вкусу. У меня где-то треть чайной ложки. Эти ингредиенты перемешиваю до однородности. Творог, йогурт, яйца, специи – это все должно хорошо соединиться между собой. Вместо густого йогурта вы смело можете использовать сметану в том же количестве. Либо добавьте кефир, тогда понадобится 150 грамм. Ну вот, у меня масса стала однородной, и теперь мне понадобится буквально 100 грамм лаваша. В моем случае это один лист. Лаваш просто вот так руками разрываю на небольшие кусочки и бросаю в миску. По желанию, вы можете его измельчить с помощью ножа, либо разрезать ножницами. Тогда делайте небольшие квадратики. Старайтесь выбирать для этого пирога лаваш потоньше, чтобы пирог получился еще более нежным. Теперь с помощью обычной ложки я все перемешиваю, чтобы полностью обмакнуть лаваш в творожную смесь. Не стоит это делать слишком долго, буквально пару минут, этого достаточно. Ну а теперь можно собирать пирог. В большую удобную посуду выкладываю подготовленную уже нашинкованную капусту. Следом выкладываю зеленый лучок. Как я уже сказала, вы можете использовать и другую зелень в этом рецепте, либо к луку добавить еще что-то по своему желанию. И завершающим этапом выливаю в миску творожную смесь с лавашом. За счет того, что у меня яйца домашние, эта масса имеет приятный желтоватый оттенок. Но, безусловно, вы можете использовать в рецепте магазинные яйца в том же количестве. Осталось эти ингредиенты смешать между собой, что я и делаю. Перемешиваю все тщательно, чтобы соединить капусту, лук, лаваш, творог и все остальное. Друзья, если вам понравился данный рецепт, можете поставить ему лайк. А также, если есть вопросы, задавайте их в комментариях или просто пишите там свой отзыв. Ну вот, у меня все готово. И также я подготовила форму. Уже выстелила ее кусочком пергамента. Обратите внимание, выстелила и дно, и борта формы, чтобы не смазывать ничего маслом. Размер данной формы 25 на 20 сантиметров. Высота борта 4 сантиметра. Теперь можно брать подготовленную массу и выкладывать форму. Мне кажется, на этом этапе пирог уже выглядит аппетитно, хотя он еще и не готов. По желанию, вы можете добавлять какие-то свои любимые специи. Мне же сегодня захотелось классический вариант, без дополнительных вкусов и ароматов. Я уже разогрела духовку до 180 градусов. Запекать пирог буду 45, ну максимум 50 минут. И вот по истечении этого времени у меня все готово. Пирог прекрасно подрумянился и хорошо пропекся. А то, как это ароматно, словами передать очень сложно. Непременно дам остыть его буквально 20 минут. Затем уберу из формы. И вот по истечении небольшого промежутка времени убираю форму состывшего пирога. Давайте разрежем и посмотрим, как же он пропекся. Режется пирог отлично. Так и хочется поскорей попробовать, хотя я это делала уже не один раз. Пирог получается неимоверно вкусным, сочным, нежным, при этом упругим с кусочками хрустящей капусты. Зеленый лучок ему придает пикантный интересный вкус. Потрясающий пирог, легкий во всех смыслах, который с удовольствием можно есть всеми детям и взрослым. И, конечно, тем, кто следит за своим здоровьем и фигурой. Хочу напомнить, что количество всех ингредиентов, которые я использую в этом рецепте, я уже указала в описании под видео. Оцените его лайком и пишите комментарии. На моем канале есть еще очень много разнообразных пирогов с капустой и другими овощами. Чтобы долго их не искать, несколько из них вы можете увидеть прямо сейчас. А также ссылку на эти рецепты я оставлю внизу под видео. Несмотря на очень простое, но тем не менее необычное сочетание, это действительно очень вкусно и ароматно. Пирог нежный, капуста осталась слегка хрустящей, овсянка отлично приготовилась, сочетание просто потрясающее. Это тот самый пирог для стройности фигуры. Я вам очень рекомендую приготовить его и попробовать. С ложечкой сметанки это нереально вкусно. Подавать такой салат можно как индивидуальное блюдо, а также это отличное дополнение к любому кусочку мяса или рыбы. Салат отлично подойдет к любому гарниру. Такая капуста с отварной молоденькой картошечкой это просто превосходно. Летом, когда совсем не хочется проводить у плиты много времени, такой салатик вас выручит однозначно. Это очень-очень ароматно пахнет. Тушеная капусточка, гречневая каша, морковка, лучок, ну просто непревзойденный аромат. Гречка отлично приготовилась, капуста хорошо протушилась, тоже касается и лука с морковью. Не осталось ни единой капельки воды, а это значит, что наше блюдо абсолютно готово. Такая вкуснота доставит удовольствие абсолютно всем, даже тем, кто не любит тушеную капусту и гречневую кашу. Ведь когда эти продукты смешались, то гречка получилась не сухая за счет капусты, а капуста в свою очередь получилась сытной за счет гречки. Получается много и очень вкусно. Вы смело можете готовить такой обед на всю свою семью. Это отличное дополнение к любому мясу, рыбе и также просто с кусочком хлебушка или с кусочком сыра. Эти овощи можно подавать с каким-то вкусным соусом, к примеру, со сметанным или чесночным. Очень хорошо подходит к ним соевый соус. Здесь все зависит от ваших предпочтений и предпочтений, конечно же, ваших родных. Получается неимоверно вкусно. Это легко, но тем не менее сытно. Это прекрасный вариант завтрака, обеда и ужина. Я вам очень рекомендую приготовить вот такие легкие, нежирные капустные оладьи и порадовать себя. Калорийность этих оладий 113 килокалорий на 100 грамм. Это, кстати, один из моих любимых вариантов приготовления капусты. Хочу напомнить, что количество всех ингредиентов, которые я использую в этом рецепте, я уже указала в описании под видео. Друзья, я хочу вам пожелать стройной фигуры и приятного аппетита. Не прощаюсь с вами. Увидимся в следующем видео.